наступная станция привет так мне нужны значит бинты капу и перчи есть все будут будут и напинать ну да естественно рус привет магика позволить и это не наигрывая сцена где холодная вода надо из-за богу нет не надо вообще туда ходим лиза надо стаканчик пожалуйста организую мне 15 секунд засекаем боже жескало а че 15 15 погнали в ютубе смотрел 30 сек там что-то Ой, три минуты в кипятке, а потом... Три минуты! Смотри, достаешься, прижимаешь зуба, просто сжал, губами прижал, понял? А нижнюю не надо, а нет? Прижал, да, конечно. Ты отпустил, но холодная. Готов? Давай. Зубы? Ры-ра-ра! Вот и все, пожалуйста, твоя капа. Все, сегодня пойду раздавать пацанам. Тут два варианта, либо он будет ей принимать зуба, либо просто будет для красоты. Все, спасибо. На этом увидимся о чуме. Все, значит, замолчал сразу, да? Второй рукой. И второй, и третий. Как-то стараюсь, он там рост. Скажи, пожалуйста, ребятам, что такое порядок? Порядок это залог победы и успех. Деня, давай! Нет, Макс, Макс, нет. Все, ребят, разбиваемся по залу, давайте, начинаем. Семь минуток прыгаем. Давай, 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 еще. Еще. Время! Хорошо, сгадалки на место и бег. Тихо, прыжай. А? Тихо, прыжай. Давай, давай. Поднялся рассвет над крышей. Человек из дома вышел. Поглядеть на жизнь поближе. Вздумал с утра. Человеку много ль надо. У него на сердце радость. Он смеется снегопаду. Солнце в небе и ветра. Солнце в небе и ветра. Человеку много ль надо? Надо, чтобы друг был рядом. Песня, чтобы была на случай, случай, любовь. Хорошо. А. Ну что, взял я ваши фирмовые. А как вязать? Показывай. Вот. Ну. Чуть большой. Бегуешь. Запястье. Смотрю, проверяю, чтобы он не смело. Потом самое главное, ну, это палец. Палец это большой. Пару раз проходишься. Можно два, можно три матка. Смотри, чтобы он сгибался. И самый простой способ, это вот варежка. Не между пальцами. Ага. Просто вот до фалангов. Подтягиваешь, чтобы оно это все не болталось. Вот твои фаланги. Ага. Их закрываешь, но делаешь акцент не на фалангу, а делаешь акцент там, где у тебя костяшки. Костяшки, да. Только проверяю, чтобы линк не съезжал, никуда-некуда. Грубо говоря. Подтягиваешь. Раз. Еще раз. Ну, это я так чаще все бинтуюсь, через пальцы вообще пошли не бинтуюсь. У меня, как раз через пальцы бинтуюсь. Угу. Падать пальцы очень сильно. А вот варежка мне нормально. Вот. Все. Когда ты это сделаешь, опять выходишь на большой палец. вот сюда. И заканчиваешь уже мотать на подключи. Все. Ага. Ну, короче. Ладно, все, встали. Это фаранг, два дня. Встали. Два дня, два дня. Да, совсем плохо. Куда, сбоку. Не заводи через стол. Смотри. Ты делаешь вязь, а тебе нужно ногу. По прямой линии ты делаешь замах, удар, а тебе нужно без замах, загружение вперед. И в последний момент развернуть ногу. То есть так получается она в два раза дольше. А если кидать прямолинейно, бах, то в последний момент закрутить. Она, в принципе, быстрее. Мирот, снижай. Два секунды еще раз. Иди. Как дела, Юж? Нормально. Вот, надо сказать, что тебя в таком возрасте мотивирует ходить на тренировки, заниматься. Давай, давай. Юж не пугай людей. Если мы занимаемся, скажем так, в моем возрасте, с возрастом моих детей, то это нам дает только что молодость. Так что занимайтесь спортом и не старейте. Это эликсир молодости. Важно-ка. Марк, скажи, что это мотивирующее. Стойте быстрее, ребят. Не плохо. Максимальная скорость. Это как? Ну, как Марк, наверное. Не важно. Здорово, Макс. Как же духа? Нормально. Вот расскажи, зачем тебе это нужно? Чтобы добиться успеха, хочу стать хорошим бойцом, драться в хорошем промоушене. Все ясно. А сейчас учишься или поступаешь? Да, учусь. Когда на пробу пойдешь? На пробу бои? Как подготовлюсь. Все равно опытней. Лучше. Как только скажет тренер, так сразу. Ну, а как вообще чувствуешь уровень подрос? Во сколько ты занимаешься? И вот... Ну, занимаюсь года полтора. Чуть больше. С каждыми тренировками, соревнованиями растет опыт. Морально подготавливаюсь. Все лучшим планом идет. Как относишься к тренеру? Замечательно. У меня три тренера. Это Рустам, Женя Круцов и Антон Рыбчонок. Всем хорошо отношусь. Все дадут опыт. Подскажут, что как лучше сделать. Дадут советы свои жизненные. Ну, хорошо относятся. А ближайшие есть какие-то мероприятия, где будешь выступать? Пока что нету. Ну, с Антоном разговаривали, он пока сказал, что все пока на отдых ушли. Серьезно. Ну, ладно, и удачи. Прыгаешь, прыгаешь. Ну, да. Привет, Антон. Здорово, ну что ты? У меня стало такое впечатление, что тебя в детстве били, и ты сейчас свою злость на ребятах выгоняешь. Ну, кстати, били, да. Наверное. И так не слабо. Как вообще проходят сейчас тренировки? Много ли людей ходят? Нет, людей, увы, немного у нас лета. Детей совсем мало. Взрослых побольше. Все поразъезжались. Но все равно тренируем. По планам. Да, уже, наверное, тысячу раз говорили про NSU-G13. Кое-чего еще будет скоро анонс. Не могу пока об этом говорить. Намечаются поездки за границу, где мы собираемся познакомиться, возможно, с патологическими, потенциальными спонсорами и новыми партнерами. Съездим там, поучаствуем, побоксируем. На выходных планируем поездку в Столбцы. Очередной детский махач, слава богу. У Виталика тоже тренируются летом дети. И у нас снова получается... Ребята, с ножки на ножку прыгаем! С ножки на ножку! У нас снова получается туда приехать, побоксировать. Для малых хороший опыт. И, возможно, там еще одно мероприятие на выходных. Но тоже пока что не могу подтвердить. Там интересное одно показательное выступление. В Логольске. Еее, ребятушки, вот и подошла к концу очередная дикая тренировка в черно-красной машине. Ставим лайк и подписываемся. Идем вперед. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok